В зале руководители менеджера и управляющие сочинских гостиниц, отелей, кафе и ресторанов, как сетевой, так и малый бизнес. В президиуме представители Федерации рестораторов и отельеров России. Главный спикер Игорь Бухаров. Президент Федерации подобные встречи проводит по всей стране. Он только вернулся из Якутска, а уже запланированы подобные мероприятия в Челябинске и Санкт-Петербурге. В Сочи Бухарова очень ждали, говорят представители индустрии гостеприимства, ведь местное сообщество рестораторов и отельеров сегодня как никогда заинтересовано в развитии. Прошедший год показал, что с одной стороны мы видим всплеск интереса к городу Сочи, причем не только в июле-августе, а в целом по году. С другой стороны, такой рост потока, он влечет за собой достаточно серьезные проблемы, которые нужно переводить задачи и решать. Как говорит Бухаров, вне зависимости от того, в какой части страны расположен тот или иной ресторан или отель, есть общая проблема – это персонал. Индустрия гостеприимства испытывает дефицит качественных кадров, специалистов, хорошо обученных и имеющих желание совершенствоваться. Волнует ательеров и рестораторов и вопрос взаимодействия бизнеса и чиновников. Ну а что касается уровня сервиса в Сочи, Игорь Бухаров отметил хороший рост в сравнении с 2008 годом, когда он здесь был в последний раз. Я могу сказать, что прогресс виден. Вчера вот мы посещали Красную Поляну, я заметил, что и в отелях, и в ресторанах все улыбаются. Это было очень удивительно – все. И все здороваются. Вот. И поэтому самый важный момент, когда вы уже готовы к тому, чтобы принять большое количество гостей, я вижу, что это готовые люди, самое главное в этот момент как раз продолжать улыбаться и быстро обслуживать. Одним словом, подчеркнул Игорь Бухаров, отели и рестораны должны делать все для того, чтобы гость хотел вернуться. И не просто сам, а порекомендовать то или иное место своим знакомым и друзьям. Ну а для сочинской индустрии гостеприимства это и вовсе сверхзадача. Ведь от того, как много гостей будут выбирать для отдыха в Сочи, зависит не только развитие их бизнеса, но и дальнейшее развитие курорта в целом.